Крымско-атарский батальон имени Нумана Чилибиджихана должен быть рядом с Крымом. Такое мнение высказал председатель Меджли Сарифат Чубаров. Он считает, что Крымско-атарский батальон будет объединяющим звеном между крымчанами и Украиной после оккупации. Не менее важно охрана общественных зданий, коммуникаций, органов временной исполнительной власти и многое другое. Скажите мне, кто это может сделать лучше, чем не военные, которые непосредственно связаны с Крымом? Русские, украинцы, крымские татары. Эта идея получила Крымско-атарский батальон, потому что она начиналась с некоторых других мотиваций и тоже вполне объективно существующих. Это когда люди служат, но у них есть элементарная потребность в обеспечении их вероисповедания, традиций, отношения к пище, халяву, кошерное, чтобы было понятно. К нам эти люди приходят, их сотни. Каждый день из Крыма два, три, иногда пять молодых людей, которые выходят и которые не хотят служить в российской армии, но их заберут. Речь идет о том, чтобы в национальной гвардии Украины было специальное подразделение. Предлагаем ее разместить в Херсонской области. Это символично. Это сигнал Крыму, в котором будут служить и могут служить люди как срочной службой, так и по контракту. Да, часть людей будут приобретать боевой опыт в зонах оттуда. Речь идет о создании, может быть, воинского подразделения не монорелигиозного, не моноэтнического, но в некоторой части такого территориального признака. Продолжение следует...